Поехали! Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 апреля 2017 года, четверг, а по одному из старинных 9-й день месяца посева и наречения 7525 лета, седмица. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Тренажер Провила. Мифы и реальность». Автор-сказитель Евгений Кочкин-Штоль. Здравия тебе, Евгений! Да, добрый вечер всем. Жень, сначала о себе немножко расскажи, кто ты, откуда, чем занимаешься, почему такая тема эфира интересная тобой предложена? Я из Челябинска. В 2010 году здесь у нас с коллегами организовали специальный центр, задача которого было исследовать. Исследовать с точки зрения биологических наук, как влияет тренажер на человека, в частности на филе. С 2010 года, когда я впервые познакомился с этим тренажером, встал вопрос о том, каким образом на нем тренироваться. Потому что, с одной стороны, существует у нас информация о том, что есть это явление в культуре нашего народа. А с другой стороны, непонятна методика, что проявила это не только тренажер, но и способ тренировки на нем. И вот мы поставили себе задачу, если можно так сказать, найти именно способ тренировок, обосновать его с точки зрения физиологии, то есть то, как эти тренировки действуют на физиологию человека, на психологию человека, как они меняют его как личность. То есть такое системное достаточное исследование. И с 2010 года мы начали заниматься воротриводческой работе. И как результат, на сегодняшний день существует методика, которая математически проверена. То есть есть движения, выполняя которые, мы знаем, какой будет результат в теле, какой результат будет в нервной системе и как меняется характер человека. Если вкратце, то это так. Вот слово «математическое» здесь как-то несколько, наверное, или настораживает, или удивляет. Как можно физиологию человека с точки зрения математики объяснить? Вот поясни, пожалуйста. Есть такое понятие «достоверность». То есть если мы возьмем историю, скажем, время античности, когда философы смотрели на мир и воспринимали его умозрительно. То есть то, что увижу, то и говорю. И эти знания, их нельзя назвать достоверными. Потому что истинные знания, они появились тогда, когда появилась наука. То есть порядка 200-300 лет назад. Например, мы получаем определенные результаты, параметры. Ну, скажем, как меняется сила нервной системы. Сила нервной системы, другими словами, это работоспособность нервных клеток. Это конкретный количественный показатель. То есть мы берем группу от 10 до 20 человек. Тренируем ее, замеряем до тренировочного цикла параметры и после. И потом сравниваем результаты. И полученные данные, они математически обрабатываются. То есть есть понятие «данные достоверные» и есть понятие «данные недостоверные». Как это выглядит? То есть мы потренировали мужчин, группа 10 человек, и получили у них положительные результаты. Если данные достоверны, то значит и у 100 человек, и у 200 человек результаты будут примерно точно такие же. Это первый момент. И второй, он тоже очень важный. Достоверные данные, или другими словами, истина, которая математически подтверждена, она будет работать и через 50, и через 100 лет. То есть, например, мы сегодня здесь сидим и говорим о том, что есть такое вот явление в культуре нашего народа. Есть система тренировок, и через 100 лет эта система, она будет так же эффективна, как и сейчас. Почему мы можем это утверждать? Потому что проведена математическая статистика. Я понятно объясняю? Достаточно просто. В общем-то, наверное, да. В общем-то, да. Хорошо. Итак, давай немножечко всё-таки ещё о самом тренажёре поговорим, про вилла. Потому что есть разные виды провилла. В роликах, которые я смотрел тебя, там, ну так, меня потрясли эти провила. Не то, чтобы короб какой-то из металла сделан, там я видел ролик, а такие верёвки натянуты, деревянные бруски. Так это смотрится достаточно жёстко, массивно. Что ты можешь сказать о разновидностях провилла, чтобы нам понять, чем они отличаются, и какой вариант ты рассматриваешь в данном случае? Ну, за место меня уже сказали. То есть, страна у нас узнала массово о тренажёре из произведений Сергея Трофимовича Алексеева, я имею в виду «Волчью хватку». То есть, там совершенно конкретно описана конструкция. То есть, это провилла, это тренажёр, где в качестве привода используется груза. Не лебёдка, а именно груза. И второй источник – это летописи славян, где описывается в том числе и конструкция, используемая берсерками во время подготовки и формирования своих воинов. То есть, когда мальчик рождался, уже заранее знали, что у него предназначение, то есть, у него воинская мужская стратегия. Его с самого детства начинали уже тренировать. В том числе и тренажёры сами, они делались под ребёнка. И в качестве привода там также использовались груза. Почему это важно? Почему я говорю, почему я подтверждаю, что это принципиальный вопрос? Потому что, когда мы поднимаемся на грузах, особенно реальная тренировка, где масса грузов, она превышает там, или равна порядка тысяч килограмм, груза падают с очень большим ускорением. То есть, при определённой подготовке это реально всё выдержать. И возникает так называемый динамический удар на сухожилие. Динамический удар, когда груза с ускорением тянут тело в одну сторону, и сухожилие, соответственно, а мышцы в противоположную. И вот сухожилия, они получаются на границе, в эпицентре вот этой нагрузки. И это вызывает там определённые физиологические реакции. И здесь же идёт активация костного мозга, то, о чём впервые было написано в волчьихватке. Соответственно, тренажёры, которые на лебёдке, они не позволяют осуществить вот этот важный принцип динамического удара. Но их можно назвать подвесными системами. Вот, допустим, современная медицина, есть у неё раздел кинезотерапия. Если по-простому, кинезотерапия – это лечение движением. И есть раздел механотерапия, где представлены вот эти вот подвесные системы. То есть есть и системы на лебёдке, на лебёдке есть системы типа экзарты. Они очень хороши в медицинском плане. Но надо понимать, что это не про вилла. Это совершенно другая песня. То есть все медицинские установки, они позволяют работать с телом, снимать блоки именно телесные. В основном они используются в качестве коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата. Они позволяют перепрограммировать, скажем так, соматическую карту тела. Но истинный процесс, тот, о котором описан в «Волчьей хватке», он там не происходит. То есть здесь мы можем сказать смело, что с одной стороны провела эта конструкция, привод которой на грузах, и груза должны падать. Они не должны медленно опускаться. Это совершенно другой процесс. И второй момент – провела как процесс, что происходит с человеком, не только с его телом, но и с его существом во время этой тренировки. И если мы будем опять же опираться на «Волчью хватку», то там описывается состояние под названием «Правило» с ударением на первый слог. И вот важно выдержать две составные. Первая – конструкция. Второе – это процесс. Вот если вкратце, то это так. То, что представлено, допустим, у нас, система «Вихрь» в Братине, это способ тренировок, это один из видов движений. Это не «Правило», а именно движение направило. Но я бы ответил на этот вопрос. Хорошо. Здесь упоминается у нас в анонсе про ратное искусство с точки зрения науки. Вот давай немножечко поговорим, что такое ратное искусство и, опять же, каким образом ратное искусство с точки зрения науки может быть оценено, рассмотрено. Во-первых, мы должны ввести такое понятие, как «мужская природа» в наш разговор. То есть всё, что связано с ратными вещами, с мужскими вещами. То есть есть понятие «жизненная стратегия». То есть мужчина, воплощаясь, или существо, воплощаясь в мужском теле, несёт в себе цель или предназначение. И то, что мы рождаемся в мужском или в женском теле, это не случайно. То есть есть физиологическое обоснование этому процессу. Соответственно, очень важно, чтобы жизненная стратегия, если я рождён в мужском теле, она была мужской. Это основа вообще духовного развития. И, соответственно, женщина, рождённая в женском теле, существо, воплощённое через эту материю, у неё стратегия должна быть женской. И вот когда мы говорим про ратное искусство, мы подразумеваем одно из направлений именно мужской стратегии, то есть воинской. Вообще мужская природа, вот если мы возьмём мужчин, абсолютно всех, неважно, кто у нас стоит на рубежах или кто-то у нас стоит, стихи пишет, у всех природа в основе воинская. Физиологическое обоснование – это тестостерон, это железы, которые его продуцируют. Это определённая генетическая программа в гипоталамусе. Гипоталамус – это железа, которая контролирует работу всей эндокринной системы. И вот когда ребёночек в утробе прибывает, то под действием генетического кода и в том числе Y-хромосомы, если плод мужского пола, в гипоталамусе формируется программа поведенческая. То есть как мужчина, когда он родится, должен себя вести, взаимодействовать с окружающей средой именно по мужскому типу. Я повторяю, это генетически формируется. То есть мальчика ещё в современном представлении не воспитывают. Он у мамы в утробе прибывает. А его естество мужское уже закладывается. Но когда мы рождаемся, то воспитание не всегда соответствует этой мужской природе. Мальчиков воспитывают как девочек, девочек воспитывают как мальчиков. И как результат эндокринная система у нас начинает работать не совсем оптимально. И вот ратное искусство, как одно из проявлений именно мужской природы. И в основе мужской природы именно воинства. У всех. Просто тот, кто пишет стихи, человек, у которого в руках не автомата, а гусиное перо, он тоже богатырь. Но его воинская сила, она проявляется вот таким образом. Через служение, через идею. И когда мы тренируемся на правила, важно же что? Чтобы вот эта программа в гипоталамусе, она заработала. Чтобы физиологические реакции, они были адекватны на соответствующую нагрузку. И была поведенческая реакция по мужскому типу. О чем здесь идет речь? Когда мы, например, в жизни попадаем в нагрузку, ну, допустим, неблагоприятный событийный поток. И бывает очень часто, чем сильнее нас жизнь сдавливает, тем слабее мы внутри становимся. Так вот, мужская поведенческая реакция, чем сильнее тебя сжимает, тем сильнее ты внутренне разгораешься. И когда мужчина входит в этот режим тренировок на правила, то люди, которые рядом с ним стоят, особенно те, которые помогают его загружать, он для них становится опасный. То есть от него такая волна исходит, что тебе, так можно сказать, неудобно становится его грузить. И это первый этап на пути к духовному развитию, потому что в мужском теле это именно так происходит. Вот если вкратце, то таким образом. Так, и вот здесь как раз наука, она здесь и объясняет многие моменты, о которых ты говорил, что мужчина — это ратник изначально, и главное его не испортить. И главное его не испортить. То есть мы все рождаемся с определенной силой, уникальной, с даром. Дар — это как та сила, которая каким образом может проявиться, когда человек проявляет себя в этом мире как выдающийся. Например, я сейчас назову имя и фамилию, и мне не обязательно будет говорить, кто это. Автоматически у всех возникнет образ. То есть я говорю, например, Михаил Ломоносов. То есть я называю имя, а следом за именем идет род деятельности. Род деятельности не в смысле, вот как в современном понятии бизнес, а дело, через которое мужчина проявляет свой дар. Он проявляет себя как выдающийся. И вот здесь в основе воинская природа, или другими словами мужская природа. Соответственно, таких примеров в истории может быть безмерно, выдающихся деятелей. Но именно вот эти деятели, они создают генетику. То есть у нас есть два пути. Вариант первый. Когда мы выживаем в жизни, мы боремся, когда, например, в среде конкурентов. И наша цель – это заработок. И по достижению этой цели наступает депрессия. А есть вариант другой, когда ты творишь, не выживаешь, а творишь в этом мире, проявляя свой дар. И тогда у тебя вместо цели появляется миссия. Соответственно, миссия, она недостижима, и депрессии не может быть, и глубокого стрессового напряжения. Чем у нас сейчас богато население всех крупных городов. Вот это очень важный момент, о котором никто не говорит. Каждый из нас рожден с уникальной силой. Ее можно назвать даром. Дар – это то, что нам не принадлежит. У мужчин это проявляется через деятельность. Иван кузнец, он потому кузнец на деревне, потому что он лучше всех кует. И говорят, вот пошел Иван, а дальше говорят кузнец. Кто такой Иван, непонятно, но когда сказали Иван кузнец, сразу все понятно. Мужчина характеризует его дело. И без мужской природы его не поднять, его не реализовать. Вот эта составная, как понять, что такое дар, при определенных тренировочных условиях на правилах, она раскрывается. – Хорошо. Давай себе сейчас представим современную нашу жизнь. У нас очень много известно различных вариантов единоборств, школ, начиная от каких-то экзотических и заканчивая всем известных, восточных и малоизвестных русских, славянских и так далее. Там развиваются многие мужские качества, ратников, воина. Причем, вот, казалось бы, здесь правила. Но без правила же много у нас чемпионов, много известных личностей, сколько там людей, которые как-то себя проявили, как воины, без всякого правила. Вот почему именно правила? Ты считаешь, что это одна из таких составляющих успехов мужского? – Она, это установка, да, и если правильно на ней заниматься, позволяет расширять сознание. О чем я говорю? Если вот конкретно на уровне тела, да, мы говорим про тренировку сухожилий, так вот, сухожилия напрямую на правила не тренируются. А сухожилия – это вообще основа ударной силы, если мы говорим про боевые искусства, да. На правила тренируется сознание. Сознание, как процесс, который происходит между клетками мозга. То есть, для того, чтобы сделать движение телесное, любое, мозг должен определенным образом поработать. То есть, там возникают электрические разряды между клетками мозга определенным образом. И результатом вот этого взаимодействия клеток мозга является движение. Так вот, когда мужчина тренируется на правила, есть такое понятие физиологический предел. а в бою он очень часто. Что такое бой? Это ты на грани. Реальный поединок, да, это одна-две секунды и все. И цена ошибки очень велика. Соответственно, если воссоздать эти тренировочные условия на правила, то есть, есть понятие физиологический предел, когда сила вытяжения настолько велика, что мозг в буквальном смысле он перестает управлять движением. Сухожилия неедееспособны. А мы знаем, для того, чтобы развить сухожильную силу, надо тренироваться несколько месяцев, это как минимум. А здесь проходит там от трех до пяти секунд, и еще несколько мгновений назад слабые сухожилия, они вдруг становятся сильными. То есть, мозг перестраивает свою работу. и если мозг управляет телом, он управляет движениями, то возникает вопрос, что управляет мозгом. И вот эта вот составная, которая ответственна за управление вообще центральной нервной системой, если не вдаваться там глубоко в науку и в понятия не совсем понятные научные в терминологию, можно так сказать, есть моя биологическая составная, а есть моя бессмертная составная. Можно ее назвать духом, кому как удобно, пусть человек каждый по-своему называет. И вот когда мы направили в этих тренировочных условиях, вот эта внутренняя составная, она становится очень важна. Благодаря нее в нужный момент сухожилия приобретают нужные качества. То же самое в бою. Если мужчина ведет поединок, грубо сейчас скажу, чисто как биологический объект, то вероятность того, что он проиграет сопернику, который его сильнее, она очень высокая. Яркий пример из спорта мы можем привести, скажем, серия матчей Россия-Советский Союз-Канада. Это знаменитая серия, когда наши ребята выходили на лед не за деньги, а не выходили за идею. Эта духовная составная присутствовала в их игре. И результат мы все знаем этого всего. Если мы возьмем историю, это величайшие сражения, которые были в большинстве с преимуществом, в численном преимуществом среди соперника. нам непонятно, допустим, как там соотношение сил 1 к 50 не в нашу пользу, и мы выигрывали сражение. Что это за составная такая, что это за часть в человеке, часть в кавычках, которая позволяет проявлять себя именно как выдающиеся, как выдающиеся хоккеисты легендарные, как выдающиеся воины, как выдающиеся ученые. Посмотрите, Россия это просто это же богатство, культурное богатство. Вы возьмите любую сферу культуры, любое направление в культуре, и огромное количество одаренных людей, они обогатили культуру. Это же не просто так. И вот эта вот составная внутренняя, можно ее назвать естеством, она развивается. И она важна для воина. Воин защищает тех, кого он любит. Воин не воюет за деньги. Это принципиально разные образы. Я надеюсь, Алексей, что я ответил на этот вопрос. Ну, в общем, да, наемник тем отличается от воина, что наемник зарабатывает деньги, воин он защищает. Хорошо, хорошо. Вот давай еще раз смотрим такой вариант, который мне приходит в голову. в принципе, что приходит, он написан у нас тренажер правил мифы и реальность. Вот в чем мифы заключаются и в чем его реальность? Давай так вот про мифы поговорим немножко. у меня был такой момент в жизни, я общался с Сергеем Алексеевым и когда мы с ним общались, я ему задал вопрос, ну, вот там описаны такие-то феноменальные эффекты волчьей хватки, которые можно расценивать как чудо. Но это чудо, оно лично у меня очень сильно цепляет внутренне, вызывает много чувств. И он мне ответил, что, скажем так, это художественный вымысел. Как, например, то, что описывается про состояние ража. Что такое раж, да? Как можно так сказать, сверхэффективность. Это миф или реальность? И вот мы когда стали исследовать, и это исследование продолжается до сих пор. Как мы можем зарегистрировать состояние ража, допустим, в биологии человека? Нет же критериев. Какой может быть критерий? Там человек сдвинул с места машину или самолет, или спас кого-то в какой-то критической ситуации, или перепрыгнул через овраг, через который он не может перепрыгнуть в обычном состоянии. По каким критериям мы поймем, что это действительно раж? Миф это или реальность? Если это реальность, то мы можем осознанно им управлять. А в волчьхватке так и написано, что они управляли арахсой осознанно, ражем. Так вот, мы можем это узнать только по реакции мозга, головного мозга. Когда мы тренируемся, мы входим в очень сильное вытяжение, в братье называется струна, то есть, когда вытяжение на грани между физиологическим и анатомическим пределом, то мозг реагирует соответствующим образом. Мы регистрируем волны мозга с помощью электроэнцефалограммы. И вот мозг реагирует на разных частотах и раж в моем представлении именно с точки зрения физиологии мозга. Когда мужчина попадает в эти тренировочные условия, где мозг среднестатистического нетренированного человека будет делать все, чтобы тело стало недееспособным, то есть, тогда, когда идут огромные энергозатраты, любая биологическая система, она всегда стремится жить на минимальном энергообеспечении. То есть, мозг сделает все, чтобы нас присадить на диван. У него нет задачи напрягать тело. Так вот, в этих условиях, когда включается раж, мощность мозга не падает, а растет. Мощность мозга, которая вычисляется в микровольтах, в микроватах. И вот нетренированный человек попадает в эти условия направила, по определенной схеме ему предлагается сделать специальные тестирующие движения, и у него мощность мозга падает. Это не раж. А у тренированного мощность мозга возрастает в некоторых случаях в сто раз. Мы на сегодняшний день в этом поиске, в дальнейшем, мы исследуем, какие зоны мозга, как реагируют. У всех это по-разному, нет четкого критерия, что у всех вот эта зона в такой-то активности. Но я могу сказать, что раж его можно зарегистрировать. Вот это на сегодняшний день реальность для меня. Но не считая тех случаев, когда субъективно, например, когда во время тренировки образно говоря, ты попадаешь в особое пространство, когда процессы, которые вне тебя и вне контура этого тренажера, они замедляются. То есть в одной из тренировок тандемных тандем это растяжка вместе с женщиной, женщина сверху лежит, это работа с парой. То есть я слышал, как люди, которые стояли рядом, они говорили, как будто замедленная съемка идет. То есть ты вроде нормально все воспринимаешь, они нормально говорят, но тебе кажется, что они говорят медленно. То есть вот эти эффекты, которые описаны в казачьем спасе, эффекты феноменальных ускорений, они очень близки к ражу по субъективному, субъективной оценке состояния, в котором ты пребываешь. И вот если в этот момент регистрировать волны мозга, то можно получить объективные данные. Да, ты был действительно в этом состоянии, или это просто твоя фантазия. Это первый момент. Второй момент. Феноменальная сила, о которой говорится, сухожильная сила, все, что связано с костным мозгом, это не миф. Почему? Потому что, как я уже сказал, когда мужчина накаляется определенным образом во время тренировки, тренировки, сухожилия его в течение нескольких секунд они становятся многократно сильнее. То есть, мы это видим, таким образом поднялся, у него состояние, что ребята, спускайте меня скорее, я больше не могу, когда он становится жертвой во время тренировки. Это первый этап. Второй этап, он делает определенное внутреннее движение, мы можем сказать, что он включает раш, или как угодно мы можем это назвать, но так или иначе, и мощность мозга его возрастает многократно. И через несколько мгновений, когда он еще просил, чтобы ему нагрузку снизили или вообще опустили, он просит, чтобы она была еще больше. То есть, у него в первом случае нагрузка была феноменальная, его сухожилия ее не выдерживали, в целом тело не выдерживало, и нервная система, она была на грани истощения. И он был жертвой, его троса тянули, они его растаскивали. Проходит несколько мгновений, он вместо жертвы становится хозяином, и не его троса тянут, а он троса уже тянет, и нагрузка для него становится номинальной. Это реальность, мы наблюдаем это практически кто обучен уже этим движением. Почти на каждой тренировке разный, если можно так назвать. Попадает в струну на грани физиологического предела несколько мгновений, он становится хозяином в контуре. Точно такая же реакция в жизни, если мы представим, что вместо тросов у нас события, те же процессы в нервной системе будут происходить, когда мы взаимодействуем со средой. То есть растяжка направила, те процессы, которые происходят направила, те законные природы, которые проявляются, они точно так же работают и в жизни. Тождественность существует. И с этой точки зрения правило это как педагогический инструмент для мужчин становится. Это тоже реальность. Дальше есть специальные тестирования в психологии. Тестирование, как я говорю, не бумажные тесты, не опросники, которые позволяют выявить особенности темперамента и характера. темперамент это генетическое в основе генетика у темперамента, а характер это сформированные вещи. То есть что такое бумажные тесты, опросники? Когда человек отвечает не так, как есть на самом деле, как ему хотелось бы, а та серия тестов, о которых я говорю, она выявляет очень точно, объективно. То есть особенности темперамента такие-то, особенности характера такие-то, психическое состояние такое-то, сила нервной системы такая-то. Очень точно. И вот каким образом это всё в теле происходит, в нервной системе, это очень большая загадка, но спустя несколько месяцев тренировок сила нервной системы, которая считается генетически обусловленной, она начинает расти, меняться. Работоспособность нервных клеток повышается. И тождественность современной жизни, это, знаете, когда чем больше ты трудишься, тем больше у тебя силы. Нету понятия нехватки ресурса. Это очень актуально в наше время. И в кавычках побочный эффект в данном случае, то, что мужчина начинает видеть глубокое стрессовое напряжение. То есть мы живем в этой рутине городской, в этой суете, наше современное время нас обязывает. И у нас пропадают критерии истинного состояния внутреннего расслабления. Нам кажется, что мы расслаблены, а на самом деле у нас напряжение. И вот когда мы тренируемся, реальность заключается в том, что мужчина начинает видеть вот это истинное состояние, которое можно характеризовать. Я расслаблен, напряжения нет. И соответственно второе, вторая составная, он может самостоятельно это напряжение убрать, раз он его видит, у него появляются критерии этого напряжения и повысить свою стрессоустойчивость, которую мы регистрируем как через определенные тесты. Это не миф, это реальность. Если вкратце, то так. Получается, что люди, занимающиеся по той методике, которую ты соратниками предлагаешь, они должны как бойцы себя проявлять очень и очень серьезно. То есть, по идее, твоя школа должна стать кузницей кадров для мировых чемпионов по каким-то единоборствам. Ну, изначально задача стояла простая, просто подтвердить то, что написано в источниках. Что это так или это не так. Это возможно или это невозможно для современного человека. Почему именно для современного? Если мы сравним мозг современного, нас и тех, кто жили даже 500 лет назад, это разный мозг морфологический. То есть, люди, которые писали летописи, и мы современные люди, у нас разные мозги. Мы по-разному воспринимаем этот мир. У нас разные критерии реальности и так далее. И вот некоторые вещи мы подтвердили, да, это работает. Моя личная задача, мне бы очень хотелось, чтобы эта система, она была представлена в спорте высших достижений, потому что она позволяет раскрыть, образно говоря, некую внутреннюю опору, внутреннюю именно опору. Когда для мужчины в целом, не важно, чем он занимается, невозможное становится возможным, вот это вот духовное составное. И, соответственно, это необходимо в спорте, сто процентов. Это необходимо в вооруженных силах, там, я имею в виду подразделения особого назначения, чтобы люди, возвращаясь с войны, у них вот процесс социализации в мирное время шел намного мягче. Это необходимо в космонавтике, как профилактика, скажем, остеопороза на орбите, когда вмывается кальций из костей. И в то же время это система, которая позволяет научиться осознанно управлять биологическим временем. Биологическое время это фактически управление ритмами, ритмы психомоторной активности. На орбите, когда космонавты живут, их режим сон-бодрствования не привязан к ритмам Земли. И очень важно, чтобы космонавт он умел управлять именно ритмикой организма. То есть когда нужна активность, он ее включает. Не тогда, когда его организм захотел, а когда требует ситуация. То же самое все, что касаемо военных действий. То же самое все, что касаемо допустим в альпинизме, в пребывании высокогорье на высоте выше 7000. Ритмику организма надо уметь осознанно выстраивать под конкретную задачу. Ну и соответственно в спорте. Потому что когда наступает в соревновательный период, ритмы организма у спортсмена они могут активно снижаться. И на период соревнований он должен уметь ее повышать. Без потери для здоровья. И вот эта система здесь просто поле непаханное для исследований. вот таким образом. Ну и еще один момент. То что мы замечаем очень часто. Этот вид тренировок он делает мужчину адекватным в восприятии себя и реальности. Если философски рассмотреть вот этот момент, есть такое понятие первообраз или естество то с чем ты пришел в этот мир. А есть то что из тебя сделали социальная среда. И это можно назвать ложные образы как ложное представление о самом себе. И вот эти ложные образы они мешают человеку быть счастливым. Если вот так в общем сказать. И когда мы тренируемся вот эти ложные образы они прожигаются. Человек заходит в естество свой первый образ. Там определенные состояния возникают, психические состояния, которые многократно повышают эффективность тела. это имеет в том числе оздоровительный эффект. Вот таким образом. Хорошо. Ну что, давай тогда немножко тебя еще помучаю вопросами, которые из чата Народнославянского радио поступили. Вопрос эфира от Владимира Изматича Здравия Евгения. Тренажер конечно интересный, как говорят радиолюбители, это конструкция выходного дня в кавычках. Смущает только одно, почему голова тренирующегося не закреплена? Значит смотрите, то, что связано с вытяжением шеи, это крайне важный вопрос, все, что связано с первым шейным позвонком. Он должен стоять на месте, чтобы вся биомеханика работала оптимально, не только биомеханика, но и вообще мозг в целом, в том числе его и кровоснабжение. Но как я уже говорил, мозг он управляет движением. То есть когда мы подвешиваем, мозг движением не управляет. Что мы здесь наблюдаем? Блок снимается? Суставной блок? Да, суставной блок снимается. Мышечный блок снимается? Да, он снимается. Но когда мы перестаем это воздействие делать, мозг он продолжает управлять движением по старому стереотипу. как, например, это частое явление в мануальной терапии. Суставной блок поставили на место, проходит какое-то время, позвонки опять съезжают на старые. Поэтому когда мы тренируемся, например, делая простое движение на правило, на вдохе мы все суставчики рук и ног стремимся подтянуть к центру. Дается команда сила в центр, то шея и голова при этом вытягиваются. То есть эффект такой же, как если бы мы с помощью специальных приспособлений вытягивали, но при этом мозг он участвует в управлении этим движением. Суставной блок снимается? Да. Мышечный блок снимается? Да. А двигательный стереотип, в отличие от первого случая, он меняется, он оптимизируется. Поэтому есть вещи чисто медицинские, потому что бывают случаи, когда человек не может выполнить движение вследствие особенностей травм. И тогда, конечно, необходимы приспособления к кинезотерапии. А то, что представлено, допустим, если видео братины посмотреть, то это тренировка абсолютно здоровых людей. Поэтому все зависит от задач, какие вы ставите. вытяжение шеи и головы должно быть обязательно. Но надо учитывать то, о чем я говорю. Так, Вопрос эфира Данила. Здравия с ведущим. Какие основные ошибки допускают или могут допустить новички при упражнениях на тренажерах про вилла? Есть медицинские противопоказания для данного вида упражнения? Благодарю за ответ. Медицинские противопоказания есть. То есть первое, это острые заболевания любые. Острая стадия хоть что. Человек с температурой, у человека воспаление это противопоказание к тренировкам. Второй момент, все что касаемо металлических предметов в тере, ну когда допустим идет сращивание костей, это противопоказание. Любая патология сердечное, это противопоказание, я имею в виду к тренировкам, которые истинно правильные. То есть когда идет не только загрузка тела, но когда мужчина подходит к физиологическому пределу, и он вынужден заняться уже внутренним поиском, опираясь на какой образ ему вообще тут выстроить движение в этих условиях. То есть все что связано с сердцем, здесь это противопоказано, это тренировки не для этой категории людей. Сначала надо подлечить сердечко, а потом уже. Дальше, ну я думаю, навряд ли кто-то с этим сталкивался, но психические заболевания это противопоказание к тренировкам. Еще одно очень важное противопоказание, когда мужчина не знает вообще что это такое и зачем. сама концепция, сама философия у него в голове по полочкам не разложено, нет образа этой практики и зачем она нужна. То, соответственно, бессмысленно вообще какие-то либо движения там выстраивать. Вот это основное на сегодняшний день. Были какие-то случаи у тебя, когда с кем-то начинали тренировку и что-то случалось такое, что потом приходилось к врачам вести? Среди новичков нет, среди опытных людей да. То есть, когда человек уже осваивает движение и он уже понимает, как себя вести в этих тренировочных условиях, как говорят, замастерил, он начинает делать определенные технические ошибки, а цена ошибок в тех тренировочных условиях она очень выликает от травмы. Другими словами, можно сказать, что правило требует определенное соблюдение техники безопасности, да? Обязательно, техника безопасности. Дальше поэтапная нагрузка, то есть, человек, он не только осваивает движение в адекватные его физическим и психическим возможностям нагрузки, но он осваивает и теоретические основы, то есть, теория без практики пуста, а практика без теории она опасна. То есть, вот эта системность, поэтапность, потихоньку, как только его нервная система уже готова, он это внутренне чувствует, как накопление некого потенциала, то он уже начинает входить в эти тренировочные режимы, где без состояния правила он сделать ничего не сможет. И в этом суть тренировок. То есть, то, что мы сейчас, допустим, видим, как тренировку на правила, то, что есть вообще у нас нехорошее слово, скажу, на рынке. Все позабыли про процесс, про состояние, про правила. Речь идет только о выстраивании механики, а то, что происходит внутри с бессмертной составной, про это все позабыли. и новичок он должен понимать, что это единственный смысл, зачем тренироваться на правила. Именно раскрытие понимания своей духовной составной через активацию мужской природы. Я бы порекомендовал новичкам думать именно в этом ключе. Тогда ваша тренировка будет просто уникальной. Вот, например, представьте ситуацию. Мужчина делает простое движение на правила. Оно делается в одной плоскости, прямолинейное, он же делает сжатие, делает расслабление. И люди, которые стоят рядом с ним в контуре, они это воспринимают как искусство. То есть, когда, допустим, мы смотрим как соревнования по танцам и глядя на, скажем, парный танец, мы испытываем определенные чувства, когда люди через движение плотного тела проявляют свои чувства. И вот то же самое мы можем сказать про поэта, когда он в состоянии вдохновения, то он рождает стихи. И процесс направила это то же самое, когда мужчина в состоянии вдохновения, то и при этом он в воинском состоянии может пребывать в боевом режиме, то его движения, они становятся как поэзия. Он выражает свои чувства и красоту внутреннюю мужскую выражает не через слово, а через движение именно, то есть движение как язык выражения чувств, как в танце. Это невероятно красивая составная, то есть люди, которые неискушенные или там пусть когда смотрят по видео, это не видят, но люди, которые пребывают непосредственно в этом поле тренировочном, которые рядом стоят, они начинают все замолкать, стоит тишина, люди даже боятся глубокий вдох-выдох сделать, потому что это как мы слушаем вдохновенно какую-то музыку, и мы замираем в этом мгновении, и вот то же самое происходит на правила, но только здесь плюсом еще воинская составная есть, поэтому это величайшее искусство, новички должны помнить о том, что это именно эта практика, а не просто оздоровление, потому что оздоровление в моем представлении, в лучшем случае это 1% от того айсберга. Я представляю, что здоровье это должно быть естественным образом жизни, и не надо за здоровьем гоняться, оно просто должно быть, и если человек не умеет здоровье поддерживать, это говорит о том, что что-то в человеке с головой не то происходит, поскольку голова, душа не связаны в данном случае, потому что если человек не умеет поддерживать элементарно здоровье, это говорит о том, что он что-то не умеет, что-то не понимает, и тут уже вот как раз душевные заболевания, они нас могут подкарауливать, а здоровье нам нужно для того, чтобы что-то в этой жизни делать, если человек элементарно здоровье не поддерживает, он значит что-то отрезает от этой жизни, что-то уже делать не может, а это говорит уже об ущербности во всех смыслах, поэтому здоровье надо поддерживать, а вот дальше при помощи здоровья достигать чего-либо. Я когда говорил про то, что тишина полная стоит, я так представил, стоят новички и думают, захрустят сухожилия, затрещат или не затрещат. Нет, не об этом думают. Я не знаю, надо спросить у них. Я даже не представляю, как это выразить, это настолько огромный объем информации через всех проходит, знания, пробуждаются какие-то знания в каждом, как минимум, что в ДНК. И это все, у меня даже нет образов, чтобы это объяснить. Время останавливается, да, нет времени в том процессе. Выживание есть, нет, есть творение, состояние творения. Можно так сказать, мы живые, по-настоящему живые, когда происходит этот процесс. И для того, чтобы этот режим включился, надо пройти очень тяжелый, трудный путь в плане тренировок. Трудный не только в физическом смысле, но и в моральном. Сама тренировка, она может длиться несколько часов для того, чтобы достигнуть вот этих состояний, вот этой правды, прийти к своей правде, к истинному первообразу. Это очень ценная составная, потому что человек пребывает в естественном для себя состоянии. Естественно, он в этот момент не болеет ничем. Если есть слабые места, приходят, слабые места есть у всех, телесные я имею в виду, то в этом состоянии слабых мест нет. Не надо тратить долгие месяцы для оздоровления какого-либо участка тела. В этом состоянии этот участок, он функционирует адекватно. Понятно. Вопрос эфира от Владимира из Матища. Евгений, я в физике, конечно, не шибко силен, чтобы рассчитать нагрузки на конечности, но интуитивно создается впечатление, дальше внимательно, что нагрузки на ноги равны нагрузкам на руки, и это несколько озадачивает. Руки не оторвутся? Здесь, если мы рассмотрим это с точки зрения физики Ньютона, то есть, если мы будем рассматривать рычаги, длина ног, она больше, чем длина рук. И, соответственно, когда идет вытяжение, руки получат, и плюс еще один фактор, который Ньютон бы не смог объяснить, то, что поперечное сечение мышц на нижних конечностях намного больше, чем на верхних. И, соответственно, сила воздействия, скажем так, сила впечатления, оно будет совершенно разное. Для того, чтобы выровнять вот эти усилия, троса надо калибровать. Когда рама на лебедке, на лебедке рама очень хороша в том плане, что это подвесная система, которая позволяет мужчине подготовиться к тренировкам на грузах безопасно. И вот на ней, когда троса калибруются, те, которые на ногах, они должны быть короче. В зависимости от пропорции рамы, эта разница должна быть минимум 10 сантиметров. Чтобы точка вытяжения, центральная точка, она ложилась на живот два пальца ниже пупка. Потому что это центр механики, центр рычага вообще в теле. И, соответственно, троса на ногах должны быть короче тросов, которые на руках. И еще один момент очень важный. Это можно расценивать как благо. Неравномерная нагрузка на руки и ноги. На самом деле она равномерная, но так как руки намного слабее, чем ноги, то развивается плечо у мужчины. Вот если мы возьмем особенности протекания силы в мужском и в женском теле. Вот представьте, что сила с внутренних органов по объему поднимается вверх через грудную мышцу, переходит на плечо и вылетает через кончики пальцев, через центр ладони. То есть вот это вот единое движение с реберной дуги на грудную мышцу, на плечо, как единая пластина и вылет через руку. Это у мужчины. А у женщины большая часть этой силы она протекает через сосок. И психологически, когда это протекание, оно правильное у женщины, допустим, через сосок, у нее состояние нежности. Когда она грудью кормит ребеночка, у нее состояние нежности, ребеночек не отказывается от груди, когда женщина в этом состоянии. Так вот, когда есть перекосы в вытяжении в пользу ног во время тренировок, то это заставляет развивать вот это вот протекание в теле силы по мужскому типу, чтобы сила не через сосок, а через плечо шла. Это можно доказать легко по работе мышечных цепей. Кто знаком с кинематикой тела, это однозначно все работает. Почему, кстати, с этой точки зрения, если рассмотреть правила, это мужской или женский тренажер? Он мужской на 100 пудов. Почему? Потому что как только мы начинаем подниматься, даже нагрузка минимальная, включается феномен растаскивания. То есть, руки и ноги, они не просто вытягиваются, они растаскиваются в 4 угла. И вот этот феномен растаскивания, он заставляет силу через плечо идти. Потому что через сусок это невозможно выдержать. Эмоционально это никак не выдержать. И на раме с лебедкой или с полиспастом, если вы к деревьям зацепляете, троса на ногах должны быть короче, минимум на 10 сантиметров. Это минимум. Все, что связано рама с грузами, конструкция, можно, я не пробовал, честно скажу, но можно поэкспериментировать с грузами на ногах, чтобы масса их была чуть побольше. Но те, кто понимает, ну как бы представляет, что это такое, просто когда груза резко падают вниз, особенно масса их, когда уже такая реальная, где уже не забалуешь, то груза, которые на ногах, они тело назад начинают оттаскивать. И нагрузка на руки, она не уменьшается, то есть там можно и связки разорвать на ногах, потому что когда нас тело отбрасывает назад грузами, то соответственно начинают ноги на разрыв разводить. То есть тут надо уже как-то индивидуально подходить, учитывать индивидуальные особенности биомеханики конкретного человека. Поэтому тренируйтесь через какое-то время при правильном подходе, при правильном мышлении в этом процессе вы заметите, что и боли в кистях ушли, и плечи стали выдерживать нагрузку так же хорошо, как и ноги. Это говорит о том, что у вас сформировалось движение через плечо, движение силы. И очень ценно понаблюдать еще за внутренним состоянием, что при этом происходит. это очень большая ценность, ее нигде не прочитать, никто не скажет, не расскажет. Вот эти внутренние наблюдения, внутренний поиск. Вот таким образом. так дальше. Я Гриша, всем крепкого здравия. Вопрос в эфир. Что дает активация костной системы? У нас, я так понимаю, вещь идет про костный мозг. Ну, как написано, так прочитала. что не знаю. Костная система, костный мозг, да, то есть это орган кроветворения. Разделяют красный костный мозг и желтый костный мозг. у ребеночка преобладает красный. То есть когда он вырастает, то красного становится меньше. И, допустим, мы получаем травму какую-то серьезную, и вот желтый костный мозг, он начинает выполнять функции красного. То есть он начинает выполнять функции кроветворения. Рана, кровопотеря, надо, чтобы клетки крови образовывались. То есть своего рода резерв, который спит. И в этом смысле сила накапливается. Ну, как, сила не может накопиться, скажем так, энергия там застаивается. И когда осуществляется динамический удар на провило, или сила вытяжения, которая близка к физиологическому пределу, именно та часть сухожилий, которая врастает в надкосницу, на нее ложится максимальная нагрузка. И с точки зрения биофизики возникает так называемый пьезоэлектрический заряд, то есть под действием этого сжатия электрончики начинают двигаться, и происходит активация и самой структуры кости, и костного мозга самого. Но для этого надо зайти в струну. Для этого нужен динамический удар. Для этого нужны критические нагрузки. А для того, чтобы их пережить, надо знать определенные законы. Законы биомеханики, как выдерживать безопасные эти нагрузки, и вообще что делать в этих условиях тренировочных. А это уже знание наших предков. Знание наших предков это то, что у нас ДНК. Народная славянская радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Продолжение следует...